Какие тайны прошлого хранит наша земля? Объединенная археологическая экспедиция авторитетных вузов и исследовательских центров страны завершила очередной полевой сезон на раннеоланском городище в районе села Красный Курган. Ахмат Халкечев продолжит. В нынешнюю экспедицию под руководством доктора исторических наук, профессора института археологии РАН Дмитрия Куробова вошли специалисты МГУ, Государственного академического университета гуманитарных наук, а также студенты высшей школы экономики. Штатным антропологом экспедиции является наш земляк, сотрудник научно-исследовательского института и музея антропологии МГУ имени Ломоносова Унгар Чагаров. Само погребение – это камера подземная, катакомба. Большая полость под землей, где лежит покойник со всем необходимым сопроводительным инвентарем, с посудой, в которую была положена за упокойная пища предметы вооружения. Если это женщины, там и украшения бывают, и так далее, женское погребение. И, собственно, из-за того, что они были еще тогда разграблены, лет сто примерно спустя после того, как были погребены, нам достались в буквальном смысле остатки из того, что к ним было положено в могилу. Но даже эти остатки представляют собой большой научный интерес. Могильник раннеолонского периода удалось обнаружить еще в 2012 году. Благодаря большому количеству изученных архивных материалов, различных топографических карт и космических снимков, первым нашли Левоподкумское городище. Ну а дальше с помощью геомагнитной разведки было выявлено и место погребения жителей древнего поселения. Исследования показали, что под землей могут быть катакомбы. Погребение относится к дохристианскому периоду Аллан, а это вторая половина третьего начала четвертого веков нашей эры. Как в плане предметов материальной культуры, типа украшений предметов вооружения, так и в плане накопления палеоантропологического материала для последующего изучения популяционной истории методами антропологии и генетики. Это очень важно, это очень современные развивающиеся методы, которые практически открывают совершенно новый значительный пласт информации о прошлом. Особенно это важно в деле изучения народов, бесписьменных народов, у которых своей собственной письменности не бывает. За более чем в полторы тысячи лет на территории не осталось никаких обозначений, которые могли бы указывать на наличие погребений. Земляные раниоланские городища имеются на пространстве, начиная с среднего течения Терека до территории нынешней Карачаева-Черкесии. Само левоподкомское городище, кроме разработки топографического плана, на данный момент практически не исследовано. Субъективное мое мнение, из того, что мы нашли, на мой взгляд, наиболее яркой находкой является наконечник копья, пики, можно сказать. Поскольку в письменных источниках оланы описаны как конные копьеносцы, а наконечников копий не так много найдено в оланских погребениях. Это своего рода было противоречие, но, скорее всего, мы их не находим, потому что они разграблены. Со временем, скорее всего, начнем накапливать те находки из оланских погребений, которые как раз начнут подтверждать сведения из письменных источников. Потом, как они были вооружены, какая у них была тактика и так далее. В текущем сезоне экспедиция завершила свою работу. Раскопки по плану, как и предыдущие, возобновятся в первой половине августа и продлятся до середины сентября следующего года.